Добрый день, глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги. В конце столь информативной сессии, где так блестяще и отлично было рассказано о преимуществах и возможностях хирургического метода, говорить о том, что еще что-то можно сделать с небольшими опухолями почки, и чтобы это получилось, достаточно сложно. Более того, методики, о которых я буду говорить, к сожалению, российский и более того, опыт даже Советского Союза, он невелик. И большинство информации будет представлено на основании зарубежного опыта и каких-то своих начальных результатов исследований. Из того, что у нас есть, совершенно разумно было сказано о резекции почки, из методов локального воздействия, если отбросить те, которые уже исчезли с экрана, в принципе, остается только криодеструкция и радиочастотная аблация. Да, действительно, методы имеют полярные механизмы действия, вы о них знаете, а на них мы останавливаться не будем. Но методики применения и контроля за вмешательством достаточно сходны. Из того момента, который малоизвестен в России, но достаточно приятно сказать о том, что история криохирургии опухолей почек в современном понимании этого вопроса тесно связана с историей нашего города. И в 1996-1997 годах, это была больница Академии наук, доктор Муравьев с авторами произвел первый случай криохирургии надпочечника, ну и, естественно, криохирургии ракопрестательной железы. Дальше до 90-х годов, в общем-то, все было достаточно тихо и спокойно, никто ничего не делал. В 2000-е годы появился всплеск международной активности, появились экспериментальные работы, как по хирургии, так и по экспериментальной креологии. Единичные случаи криодеструкции опухолей почек, в частности, их было всего две, было выполнено в Санкт-Петербурге в Цнире тогда еще. 2009-й год явился достаточно переломным в криохирургии, в том числе почек, когда в нашем городе был проведен Всемирный криохирургический конгресс Интернационального общества криохирургов. Дальше, 2010-й год. Это, по сути дела, ренессанс, индуцированный отчасти и не отчасти тем, что на наш рынок вышли израильские производители с Галил Медикал. Более того, 2012-й год, он был еще отмечен тем, что началась разработка отечественных криоаппаратов, которые, в принципе, должны составить разумную конкуренцию с зарубежным аналогом. Попрошу не считать это рекламой, просто это то, о чем достаточно многие говорят, но немногие видят. В настоящий момент в Российской Федерации имеется семь суммарно установок. Это Сиднет, производство Галил Медикал израильских. Из них пять куплено, две находятся в апробации. Естественно, по локализации пять Москва, один Питер и, соответственно, один Ростов-на-Дону. Из скудной информации, которую удалось получить в отечественных, в первую очередь, медицинских источников, опыт криодеструкции сравнительно невелик. Я надеюсь, что это будет исправлено новыми публикациями в недалеком будущем. Из достоинств этого аппарата действительно крайне тонкие криоиглы, возможность использования от одной до двадцати пяти. Производитель достаточно хорошо поддерживает и блюдет интересы своей продукции, поэтому персонал обучается, привозятся специалисты и прочее, прочее. Использует хладагент, ну, аргон газообразный, высокой частоты, достаточно дорогая штука. Из недостатков официально одноразовые аппликаторы. Ну, в общем-то, этот процесс можно достаточно тихо обойти. Высокая стоимость аппарата и расходников, аргон, про стоимость, ну, говорить про стоимость криохирургического оборудования, в принципе, после роботов достаточно, можно говорить, достаточно спокойно. И еще один момент. Этот аппарат, в этой ипостасе, в которой он есть, больше на отечественный рынок поставляться не будет, кончилась регистрация. Значит, из радостного. Действительно, начатая работа в 2012 году завершилась созданием отечественной медицинской криотерапевтической системы. Существует только один аппарат, он стоит не онкологиями, не Петрова. Из недостатков этого аппарата совершенно очевидно, что нет клинических данных о использовании его при опухолях почек. Из того, чем он отличается от зарубежных аналогов, понятно, что это многофункциональность за счет того, что есть различные криоиглы, многоразовость и, в общем, низкая стоимость в сочетании с жидким азотом на хладагенте. Что касается радиочастотной аблации, здесь ситуация гораздо более интересная, об этом методе известно больше и написано больше, и применяется он достаточно более широко. Принцип обратный крио, радиочастотные волны, тепло, некроз опухоли, это понятно. Применяется также в современном понимании с 1997 года. Как минимум три производителя, основные, но это Родионикс с Ковидионом и еще Рита. Более 40 центров, вот это просто навскидку, имеют тот или иной аппарат для радиочастотной аблации. Электроды также тонкие. Отличием от крила в данной ситуации является то, что есть электроды зонтичные, одиночные, кластерные, но это, в общем, достаточно известно. Что касается того, чем все-таки лечить больных с локализованными небольшими опухолями почек. Вы видите этот снимок, вы все хирурги по давляющем большинстве и понимаете, что, в общем-то, таким пациентам достаточно успешно можно сделать резекцию в том или иной ипостасе. Но можно попробовать сделать радиочастотную аблацию либо КРИО. Обе методики существенно не имеют отличий в моменте проведения КРИО-аппликатора в опухоль. Основной сложностью является то, что в опухоль нужно точно попасть. Я не знаю, насколько хорошо видно, ну там сзади, собственно говоря, почка с опухолью. Вы все видели эти картинки при УЗИ-исследованиях. Дальше точное позиционирование радиочастотного либо электрода в опухоли. В принципе, это залог успеха и безопасности вмешательства. Что касается дальнейшего мониторирования того, когда уже начался процесс разрушения опухоли. Будь то он КРИО-либо радиочастотный. С КРИО ситуация вполне хороша и вполне понятна, потому что формирующийся ледяной шар прекрасно виден на УЗИ, достаточно хорошо виден на КТ и хорошо виден на МРТ, если кому-то видно. Картинка МРТ это не наша. Под МРТ у нас к редеструкции еще никто не делал. Что касается интересного момента. Ведь, в принципе, все эти методы, что КРИО, что РЧА, могут быть использованы как чрезкожно, так и лапароскопически. Это данные 6 лет, 7-летнего метаанализа проведенного, 7 лет назад сравнивая с лапароскопической и перкутанной криодеструкцией. Могу сказать то, что на основании изучения литературы по этому вопросу и общения с криохирургами на протяжении длительного времени, можно сказать, что на наш взгляд, на мой взгляд, если хотите, лапароскопический доступ вообще к малоинвазивным методикам, будь то РЧА или криодеструкция, мягко выражаясь, нецелесообразен. Уж если опухоль выделена, уж если она видна, с вероятностью 80%, она будет доступна резекции в том или ином виде. Что касается важного момента сравнительной эффективности методов. Три больших метаанализа 5-го, 8-го и 12-го годов, объединившие, в принципе, не так много случаев, это чуть больше 1000 случаев, 1200 крио и где-то около 1100 РЧА. В принципе, инвазивность одинакова. Что касается визуализации, совершенно очевидно, крио визуализируется лучше. Форма очага поражения от одиночного завода, естественно, более сферическая у крио. Что касается использования нескольких зондов и разрушения опухолей неправильной сферической формы. Здесь определенным преимуществом обладает крио. Но зонды вы должны размещать произвольно, каждый один за другим, еще при этом смотреть, куда вы попадаете. Что касается рисков кровотечения, в силу механизма действия метода, естественно, риск кровотечения при РЧА меньше. При этом, опять же, благодаря механизму действия, повреждения чашечной лоханочной системы и крупных сосудов в случае крио меньше. Из личного опыта, работая с поджелудочной железой и с почкой отчасти, мы промораживали нижнюю полую вену, и печеночные вены, и чревный ствол был. Ну, к счастью для нас, все это не закончилось формированием каких-то эрозивных кровотечений с разрушением стенок сосудов. Здесь крио имеет определенное преимущество. Что касается эффективности, суммарная эффективность сопоставима у обоих методов и достигает, по данным литературы, имеется в виду, в первую очередь, онкоспецифические результаты 98% при 80 минимума. Естественно, как и в любой другой методике, чем больший опыт, тем, соответственно, больший процент успеха. Собственный опыт радиочастотной аблации у нас невелик, но, тем не менее, это опыт, и я считаю, что не нужно стесняться ни результатов, ни небольшого количества собственных пациентов. 29 пациентов, 20 черезкожно, 9 лапароскопически. Срок наблюдения варьирует от 8 месяцев до 9 лет. Замечу, что это, по сути дела, за 9 лет 29 пациентов. С одной стороны, это мало, но с другой стороны, еще объясню, почему. Результаты. Непосредственно осложнений, связанных с рча, мы не отметили. Полный ответ был достигнут у 79% пациентов. Это немного, учитывая то, что у 6 был продолженный рост, у двоих открыта резекция, один остался под наблюдением, у 4 повторение процедуры. Прелесть этих методик, в отличие от резекции, что выполнение процедуры повторно при возникновении признаков продолженного роста, возможно и более того, рекомендовано. Необходимо отметить, что высокий процент неуспеха был связан с тем, что при начале работы, естественно, методика не отработана, мы ориентировались на то, что говорят и пишут наши зарубежные коллеги, поэтому в настоящий момент наша методика, немножко модифицировали мы импортную, отчасти от своей бедности, потому что флюороскопии на КТ у нас нет. Соответственно, УЗИ, биопсия, электрод ставим под УЗИ, выполняем аблацию, но, как вы понимаете, когда происходит процесс аблации, уже ничего не видно. После чего, а все это делается в кабинете МСКТ, делаем КТ с контрастированием, смотрим, насколько адекватно мы подвергли опухоль воздействию, если неадекватно, то повторяем процедуру. Естественно, процент рецидивов связан, на наш взгляд, с отбором пациентов и непосредственно опытом бригады. Маленький клинический пример, вот вы видите эти снимки, вы их тоже видели у своих пациентов, в принципе этой молодой женщине можно совершенно спокойно сделать резекцию в той или иной ипостаси, можно сделать аблацию, при этом чрезкожно в ее ситуации делать аблацию, в общем-то, нелогично, поэтому можно сделать либо открыто, либо лапароскопически. Это была одна из первых пациенток. Лапароскопически выделена опухоль, в ее ситуации мы предложили ей сделать РЧА, она согласилась, мы не возражали. Поэтому было сделано РЧА, прошло уже более семи лет, живет без признаков рецидива заболевания. Что касается информации к размышлению, потому что мы часто видим чужой опыт, мы видим материалы, предоставляемые производителем того или иного оборудования, где все достаточно интересно. В настоящее время в Российской Федерации наибольшей популярностью пользуется, конечно, РЧА. Может, потому что люди холода боятся, но я подозреваю, что это связано с более простой методикой РЧА, и любой хирург, даже информированный и опытный, все равно подсознательно боится кровотечения. А, собственно, холодом кровотечение внутренне можно вызвать, но даже достаточно тяжелее остановить. Вот смотрите, это информация клиники МАИО. Вот мы сейчас находимся где-то на уровне 2003-2004 года. С течением времени почему-то радиочастотная аблация сходила на нет, при этом криохирургическое лечение опухолей почек росло все выше и выше. Однако, за последние 6 месяцев это достоверная информация, известная, в общем-то, клиникой при Хайдельбергском университете, это вот полгода, за 6 месяцев было выполнено всего 2 криодеструкции почки лапароскопическим доступом и 6 чрезкожных радиочастотных аблаций. И это на фоне более 70 резекций почки, как роботоассистированных, так и лапароскопических с единичными открытыми. На наш взгляд, любой метод, с которым мы сталкиваемся, достаточно новый, имеет свои трудности применения. Если отбросить технические сложности, а именно оснащение, сервис, цену, в Российской Федерации, да как и в других странах, есть определенные стереотипы, традиции, на наличие собственных стандартов. Достаточно сложно убедить хирурга, и это совершенно нормальное явление, в том, что можно что-то не вырезать, при этом подвергнуть это воздействие внутри организма, где-то там, через кожу, и добиться сопоставимых онкоспецифических результатов. Отсутствие опыта, о чем можно было говорить еще 10 лет назад, в настоящий момент неактуально. Практически в любой клинике имеется опыт чрезкожных манипуляций с почкой, как функционных нефростомий, так и каких-либо еще. Конкуренция с эндовидеохирургическими операциями, несомненно, она присутствует, она будет, и она должна присутствовать, потому что облативные методики воздействия, на наш взгляд, это не широко употребимая методика, которая не должна применяться ко всем пациентам. Показания к ним достаточно хорошо описаны в ЕАУ 2015 года, позвольте их не повторять. Но, тем не менее, если больному можно адекватно сделать резекцию хирургическую, на сегодняшний момент лучше сделать адекватную хирургическую резекцию. Но если этого сделать нельзя, можно прибегнуть к хирургии. Дальше момент. Логистические сложности освоения методик. В Российской Федерации в большинстве центров, которые работают с РЧА, этим занимаются урологи. Меж тем, как наши зарубежные коллеги, зачастую этим занимаются интервенционные радиологи. И, в принципе, основные доклады по радиочастотной аблации идут не на ЕАУ, а на ЕСИРе. Тем не менее, на наш взгляд, аблативные методики к настоящий момент, как и 5 лет назад, находятся в стадии зарождения, в стадии формирования накопления клинического опыта. Если относиться к этому внимательно, не хватать первого попавшегося больного, не обладая достаточным опытом чрезкожных манипуляций и не обладая достаточным методом мониторинга, методы будут просто дискредитированы. Поэтому призываю вас всех, кто пытается и будет работать, я надеюсь, в этом направлении, не повторять наших ошибок, которые мы имели на Крио-хирургии и простаты в 1997 году, осваивать методики разумно, постепенно. Если в ваших учреждениях будут, ну, дай бог, и лапароскопия, и робот, если при этом будет еще и РЧА и Крио, я могу вам только позавидовать. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Глубокуважаемый Салман Хасунович, к гистологической верификации я отношусь точно так же, как и все мы. Обязательно биопсия перед манипуляцией. Обязательно. Что касается дальнейшего момента, вопрос достаточно спорный, вскользь его сегодня касался Сергей Рева, когда рассказывал нам о биопсии и ее показаниях. Диагноз рецидива заболевания после аблативных методик, в частности, если речь идет о почке, может быть поставлен двумя моментами. Первый момент гистологический, второй момент на основании методов лучевой диагностики. Скажем прямо, если опухоль была небольшая, она была подвергнута РЧА, после чего она уменьшилась в размерах и стала, и была-то для биопсии сложно доступной, стала еще менее доступной. Если мы не видим по КТ в сроке не ранее трех месяцев, если мы не видим по КТ признаков в эскулиризации, в основном по периферии опухоли, честно говоря, биопсию мы не делаем. Если это эксклюзивные пациенты, они могут себе позволить обследоваться достаточно регулярно. Поэтому компьютерная томография выполняется в срок, если мы видим, к примеру, через полгода, через 9 месяцев, что есть признаки продолженного роста, биопсию не делаем. Вот как есть. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, а среднее время абляции во сколько занимало? И сколько вы рекомендуете? И еще по криобляции, во сколько два цифра идет, или меньше, больше? Так, приятно осознавать, что кто-то думает, что вот мы делаем криобляцию. Мы не делаем, это надо у московских коллег спрашивать. Значит, по первому вопросу, длительность РЧА определяется в основном нашими знаниями о нашем конкретном аппарате, электронном, который мы используем, и режимом, ручной, либо, соответственно, автоматический. В среднем 8 минут. В среднем. Что касается криохирургии, рекомендуется как минимум два цикла замораживания и оттаивания, но при криохирургической работе, если вы будете с ней работать, крайне много зависит непосредственно от самого аппарата и тактико-технических характеристик ледяного шара, который он дает. Поэтому вот здесь сказать вам, делайте вот так, с такой экспозицией, ну, будет минимум непрофессионально, максимум некорректно. Продолжение следует...